После инфаркта, так что, потихоньку, без нагрузки. То есть вы после инфаркта кидаете снег? Ну а что делать-то? Почерпнул побольше, откинул подальше, пока летит отдыхает. Каждый день и в день по несколько раз пенсионер Сергей Иванович выходит на смену. Расчистку дворовой территории бесплатно, по своей собственной инициативе. А вам это надо? Ну а кому надо, если не нам? Если не чистят, никто не выйдет. У вас есть работа по дому? Ну естественно, по дому есть. Сначала снег, потом по дому. Грабли, совковая, лопата штыковая, метла, все как положено есть. Все у нас свое, по мере возможности. А это пенсионер Николай Тимофеевич. Утро и у него начинается с лопаты. С сильнейшим снегопадом, который обрушился на город в этом году, соседи справляются вместе. Ведь своего дворника в доме нет, да он и не нужен, говорят пенсионеры. У нас был год, мы ходили по самой окошке. А зачем он нужен? То есть бесполезно, да, было? Да он просто деньги приходит, раз в два месяца уберет и все. Вы не хотите устроиться официально и хотя бы получать за это деньги? За 800 рублей они убьют и сдохнешь там. Надзиратели им не нужны спокойно, не спеша, в своем ритме. Говорят, шевелиться в их возрасте полезно, хотя помощь бы не помешала. В этом доме, помимо пенсионеров, проживают и молодые люди. Но, по словам Николая Тимофеевича, помогать в уборке территории они отказываются. По мне, так потратить 15 минут в день на расчистку территории совсем не сложно, а помощь пожилым людям будет огромная. К слову, нечищенных дворов в городе множество. Зачастую сугробы мешают проехать скорой помощи. Это следствие нехватки дворников. Город должны убирать 414 человек, а по факту в два раза меньше. Валентина Аскерова, Николай Шелко, День с толком.